Привет, дружочки-пирожочки! У меня сегодня свитбокс, такие вот новиночки со смешариками. Но смотрите этот выпуск внимательно. Для всех любителей смешариков будьте внимательны. Тут есть нюансики, потому что это серия смешарики, свитбокс, мармелад с подарком. Видите, с подарком написано. Будьте, то есть, как бы знаете, просто знать нужно. Свитбокс прекрасные истории, это сладенькие подарочки, коробочки со всякими приколюшечками. И вот есть у них иногда серии, когда там не игрушка, а именно подарок. То есть, сейчас мы разберёмся, что это такое. Но тоже, как бы кому-то прикольно, но кто-то, чтобы понимал. Потому что здесь вот всё на самом деле нарисовано. Ну давайте распаковывать. Только лайк вначале поставьте за обзор, за информацию, за смешариков, свитбокс и вот это вот за новый ролик. Поставили? Тогда... Да? Вот сейчас. Даю ещё возможность вот так большой палец нажать под этим роликом. Вверх. Во! И всё, распаковываем. Итак, распаковываем. И что же мы тут видим? Мы тут видим мармелад, который вкусный, тестигамис. Вот сейчас эти вот мои тесты любимые мармеладные. Тут вот видите, могут попасться разные. У меня попались в основном тут розовенькие, жёлтенькие. Ммм. Мармелад свежачок. Вкусночок. Классный мармеладик. Вот. Дальше, что здесь есть в этой коробочке? Вот в такой будет. Браслет уже знакомый по серии с чебурашкой. Правильно? Здесь такая же концепция. Это смешарики на браслете, которые держатся на клипсах. Типа как, знаете, на такие вот ботинки с дырками крепить. Вот. Здесь этот браслет, он, по-моему, даже на взрослую руку, да, нацепляется. Ну, ну, на не очень большую, на не очень большую взрослую руку нормально. Ну, вот как бы, видите, вот такой вот браслет. И можно ходить с этими смешариками, с украшариками. Нас здесь попадается это пин и копаточ. Вот такие два. Они вот видите, тут так крутятся. Можно ходить и наслаждаться. Дальше. Здесь в наборе наклейка смешарики. Это наклейка. Можно взять ее и наклеить. Ну, короче, вы поняли. Взять и наклеить я сейчас буду долго делать. Здесь есть буклетик. Вот такой. С мини-игрой. Вот тут нужно найти слово, угадать. Найти рифму. И здесь есть содержание всей коллекции. А также еще тут вот такой вот прикольный аксессуар, который можно повесить на куда-нибудь. На молнию, на рюкзак, на портфель, на ключи. Вот. Его можно, короче, вот так раз и куда-нибудь зацепить. Это у нас в данном случае бараш. Вот такой вот резиновенький. Такой же примерно из материала сделан и вот этот. Вот что в этих коробочках. Вот такой вот подарок. Зато здесь это не фигурка. Ну, тут и написано с подарком. Тут и нарисованы они. И если хотите какой-нибудь оригинальный, пока тут я мармелад, извините. Оригинальный прикольный необычный подарок по смешарикам с мармеладкой. Вот такой вот. Давайте посмотрим, что будет, если мы возьмем несколько. От того, кто здесь изображен, абсолютно ничего не зависит. Каждый раз это сюрприз. Так. И мы тут видим новый браслет синего цвета. Значит, уже могут быть, видите, разных цветов. И попадается здесь у нас лосяж и пин. Это повторка. А браслет вот такой хороший, прикольный. С остальными пустыми, как вы понимаете, не просто так частями. Также мармеладик. Ну, сейчас уже я не буду его вскрывать. Также здесь есть наклейка. Наклейка такая же. И, скорее всего, по опыту с Чебурашкой, наклейки будут здесь снова такие же. Я рекомендовал компании Sweetbox делать каждый раз наклейки разные. Ну, конечно, это я, да, советчик. Вот. Но все же. Здесь есть еще игра. Найди тень. И, опять же, здесь то же самое. Вот такая вот история. А, ну и, конечно же, здесь новый вот этот вот элементик. Это копаточ с ромашками. С тремя, на самом деле. Вот третья, да. С тремя ромашками. Тоже здесь. Дальше. Открываем. Продолжаем открывать. Что же еще? Например, мы хотим собрать побольше их. Посмотрим, как часто повторяются. Какие бывают браслеты, какие бывают эти. Так, снова зелененький браслет. Снова мармеладик вкусненький. Это хорошо. Зелененький браслет. На котором... Ага. Пин и лосяш. Так. Ну, в принципе, можно посмотреть. Вот они здесь указаны. Кто у нас есть? Сова, Копатыч, Нюша, Крош и ежик. Также бараш и лосяш. Да. То есть, просто мне так вот так выпадает, видимо. Здесь еще и... Вот у меня там... Я забыл, как его зовут. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. А он вообще здесь есть на картинке? А его здесь и нет на картинке, да. А, вот же вся коллекция. Что я? Наклейка та же самая. Вот вся коллекция должна быть, да? Да. Вот теперь вы можете... Давайте я покажу вам, чтобы вы понимали, кто вообще здесь может попасться, каких стоит собирать или не стоит собирать, или хотите, не хотите. Ну, в общем, вот-вот-вот-вот вся. Вот она. По идее. Здесь уже полная коллекция. Хотя... Да. Ну, в общем, вот. Теперь вы поняли. А, кстати, игра посмотреть новая. Да, новая игра, дорисуй. Ну, вот совсем для малышей. Хотя я ещё раз говорю, что смешарики, как по мне, это мультик для всех возрастов. Там есть прикольные шутки, отсылки, приколы и так далее. Так. Мармелад. Снова. Снова буклетик. Посмотрим, что здесь. О, буклетики прикольно разные. Заданий куча. И лабиринтики, и дорисуйки, и найди повторки, и отгадай слово. О, у меня новый бараш, наконец-то. Наконец-таки бараш. И здесь кто? Крош с колонкой, с переносной. Ну, классный. Ну, классный. Так. И дальше у нас кто? Дальше у нас последний, финальный на сегодня. Но ставьте лайки, чтобы было побольше роликов. Распаковываем. Значит, достаем, посмотрим, что здесь. И опять новый. Раскраска. Вот за это вообще респект, что сделали. Это сделали много разных. О, мне, кстати, по-моему, ни разу ни повторка не попалась. В этот раз ёжик на роликах. Наклейка везде одинаковая. Таких наклейок будет много. Мармелад, понятно, эта штука универсальная. О, вспомнил о нём и съел из-за кадра. И вот такие вот у меня чуваки. Кстати, да, мне попалось ни нюши, ни кроши, сольные. Поэтому, что мы делаем? Мы проверяем главное. Главное, что было с чебурашкой, с такими темами. Давайте возьмём, где у меня более-менее повторки, да? Вот у меня есть копальщик и вот этот вот, да? Ну, даже не знаю. Ну, неважно. Пускай будет этот и вот этот. Вот так. Возьмём два браслета. И, как мы понимаем, сделано это для того, чтобы можно было снять их. И прикрепить куда-либо ещё. И начинаем снимать. Начинаем снимать. Снимаются тяжело. И, ребята, и вот сейчас та же самая история, что и было. Смотрите внимательно. Когда вы будете отсоединять, отсоединяйте вот отсюда, выталкивая. Не тяните за них. Не тяните. Они не предназначены, чтобы их тянуть. Надо попросить взрослых. А если у взрослых тоже не получилось, то пусть взрослые попросят взрослых помощней достать. Потому что, если вы будете тянуть за вот эти вот штуки... Ну, давайте я не буду рвать здесь. Но я вижу уже, что та же самая проблема произойдёт. Вот. Поэтому их можно достать. Их можно достать. Их можно поменять. Но вот как бы только одним путём, путём усилий таких. Вот так. Потому что, ну, вот будете тянуть, она вот здесь оборвётся. Вот. А потом уже вы можете дополнить, во-первых, на свои ботинки с дырками. Напишите, как они называются, я забыл. На ботинке с дырками. Такие тапочки, типа. Вот. Или можете, опять же, с усилием разместить своих чубриков на браслете. Давайте. Вот так. Да, это с усилием. Но надо понимать. Если вы купили вам такое, если вам подарили, вы знаете, что делать и как сделать прикольный браслет, не пострадав при его эксплуатации. Вот так. Техника безопасности владения браслетом с мешариками. Вот такая вот серия мармеладки. Вот. Знаете теперь. Надеюсь, я вам помог. Лайк за то, что распаковал, показал, предупредил. И вы знаете. И кто-то, кто захочет таких, будет покупать. Кто-то, не захочет, не будет покупать. Кто-то, кто купит, будет знать, как с ними обращаться. И знаете теперь, чего ждать из этих коробочек. На этом всё. Пока-пока. С вами был товарищ Сафронов. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok